Ну сколько можно слушать фанерщиков, да? А вот как раз таки в шоу «Ты супер» все живьем. Дико волновались. Подобрался медведь и наступил на ухо. Волнительно, но очень круто. А вокально тебе надо много работать. Спасибо, я учусь. Четвертый сезон проекта «Ты супер» стартовал на НТВ. Что было в первом выпуске? Все ярко и четко обсуждаем прямо сейчас. Мой муж должен быть брюнет. Я хочу, чтобы у него были зеленые глаза. Ребята участвуют из самых разных стран. А судят четверо. В жюри «Елка», Алексей Воробьев, Диана Арменина и Игорь Крутой. Ведут шоу Анастасия Пак и Вадим Токменев. Чтобы участник прошел в следующий этап, большинство членов жюри должны нажать на кнопку. Тогда этот человек попадет в комнату ожидания. В самом конце выберут из комнаты четверых, которые попадут во второй тур. Вы знаете, чем лично меня привлекло это шоу? Так тем, что звук живой. Действительно, просто надоела фонограмма. Ну, сколько можно слушать фонерщиков, да? А вот как раз таки в шоу «Ты супер» все живьем. Действительно, это то, чего не хватает в наше время зачастую. Поэтому, действительно, давайте оценим, как это звучит. Первой на сцену вышла Анна Ларина из Сочи. Ее бросили, но она нашла себя в музыке. И вот, что сказала маме. Мам, я тебя люблю. Выступление очень стильное и молодежное. При этом голос, конечно, немножечко дрожал. Либо, возможно, я что-то не услышал. Кстати, сам я окончил музыкальную школу, пою, играл на фортепиано. Но вполне возможно, что прошло-то время, и подобрался медведь, и наступил на ухо. Вот послушайте, да напишите, есть тут какая-то дрожь, либо же нет. В целом, девочка умничка. Тот факт, что она вышла на сцену, действительно, это очень волнительно. Это уже небольшая победа. Кстати, живет она с мамой, у которой, помимо нее, еще 12 детей. И вот они все. Мама Светлана, Илья, Ольга, Евгений, Алена, Анастасия, Михаила, Ангелина, Ярослав, Дарья, Ваня. Идите к нам. Проходите к нам. К нам проходите. К нам. Вторым вышел Данил Журавлев из Саратовской области. Его мамы уже нет, но он нашел новых родителей и очень их любит. Они вырастили меня. Я боюсь, что их не станет. Он выступал в «Ты супер» раньше. Лично меня удивил своей харизмой и энергетикой. Жюри дали зеленый свет. И при этом подсказали, что надо, чтобы выглядеть еще увереннее. Но для любви была милее всех до нас. Решил вы, что жениться на ней. Все могут горали. Все могут горали. Кайфуй. Не повторяй эти заученные. Это, Ревня, Ревня, подождите. Это возраст такой, Вадим. Музыку дайте в студию. Третьей на сцену вышла Диана Хасанова из Пермского края. У нее нет мамы. Она рассказала очень трогательную историю. Вы знаете, я очень внимательно слышал ее песню. И я понимал, что это однозначно дополнительные бонусы. Когда ты слышишь такие истории, ты не можешь не нажать на зеленую кнопку. И вот, собственно, решение жюри было единогласным. Она прошла дальше. Папа, мама, Диана, годовалая сестренка, счастливая крепкая семья. И в один момент все исчезло, как сон. Работать, работать, работать. Если бы ты к этому добавила свободы движения, я понимаю, что это как бы не надо. Это такая русская школа. Объясню. Надо мысли. Леша, снаружи коробки. Надо мы снаружи коробки. Подожди, подожди, подожди. Ты хотел, чтобы Диана встала пей. Вот это. В какой-то момент сделали такое. Мой. Вот это. Да. Четвертый показали Татьяну Кондратюкову из Иркутской области. Она спела песню «Елки» так, что хотелось танцевать. При этом она верит, что папа, несмотря на его какие-то косяки, причем в прямом смысле, да, он все-таки хороший. Нарисуй мне небо, нарисуй мне дом, нарисуй мне землю, и нас навсегда боят. Кирина Амринова сама из Киргизии. Она на сцену вышла пятая. У нее тоже непростая история, но девочка сильно не опускает руки. Уверена, что дальше будет светлое будущее. Было волнительно, потому что эту песню посвящала своей маме. Дико волновались. Понятно, что здесь были чувства, здесь были какие-то эмоции, а вокально тебе надо много работать. В шестом появился Антон Пирогов из Москвы. Парень взрослый, не по годам, спел лирическую песню. И, знаете, на мой взгляд, это итальянский язык. Хотя, конечно, могу ошибаться. Напишите в комментарии, что думаете вы. И в целом, как вам его выступление? Я помню, брал его на руки четыре года назад, но сейчас уже не подниму. Сейчас только если наоборот. Хорошо, но явно не так, как он может. Это слышно, это просто слышно. Седьмой на сцену вышла девочка, которая победила буквально в 50 конкурсах. Песню про речку она спела действительно так, что хотелось танцевать. Меня она буквально разбудила, разбудила и тех, кто в жюри. Первое, зачем я приехала на «Ты супер» – это доказать своим родителям, точнее, папе своему биологическому, то, что я на самом деле очень красиво пою. Восьмой появилась девочка, которая мечтает спеть в Крымле. Светлана Сабитова, она сама из Воронежа, и спела песню «Ой, ты степь широкая». Я боюсь оплошать. Я уже третий день плачу, потому что мне страшно за то, что я сделаю плохо что-то. Денберил Оржи, который представлял Россию на Евровидении, тоже участвует. И, знаете, конечно, судьба у него нелегкая. И вот, несмотря на это, мальчик получился уникальным. Он поет и двигается не как все. Много о чем я читал просто. Там, стать звездой, там, чтобы меня люди узнавали, там, у меня. Когда я выхожу на сцену, я всегда кайфую. Десятой на сцену вышла Анастасия Лисова из Молдовы. Очень трогательная история. Говорит, мол, в классе не знали, что у нее нет родителей, рекомендовали отвечать, что жираф съел, либо же слон затоптал. На самом деле их нет на этом свете, но девочка хочет уже создать свою семью и знает, каким должен быть муж. Мой муж должен быть брюнет, и я хочу, чтобы у него были зеленые глаза. Одиннадцатой на сцену вышла ранимая, по словам Арбенины Элеонора Симакова из Самарской области. Ну, вы знаете, я когда послушал, я услышал напор звучить невяло. Главная цель проекта «Ты супер» – изменить жизнь ребятам, которым действительно непросто живется. И вот еще одна участница, она сама из Минска, из моего родного города, зовут ее Дарья Чернова. Все финалисты прошлого проекта получили квартиры в Москве, именно 12 человек от Михаила Гуцериева. И вот сейчас появилось видео, давайте посмотрим, как они заселялись. Первой в собственную квартиру заехала победительница суперсезона Настя Симаганова. Смотри, здесь есть все вообще. Здесь есть мебель, здесь есть телевизор. Тут можешь поставить свое пианино, играть на нем. А вот 12-летний Даня Хачатуров из Самары вместе с мамой Леной пришел познакомиться со своим новым жильем. Ощущения же классные, да? Просто классные. Мама показывает Дане его новый дом на ощупь. Эта кнопка открывает дверь. Ну и вот, собственно, добрались мы до финала. Члены жюри комментировали свое решение и говорили, почему именно эти ребята точно должны пройти дальше. Я сказала, что у меня есть фаворит. Это Антон. Антон Пирогов. Виктория Желудкова. Светлана Сабирова. Добро пожаловать. Постояние в своих музыкальных пристрастиях. Кроме всего прочего, если вы заметили, я однолюб. Ну и напоследок, ребята, спели гимн проекта «Ты супер». Перед тем, как мы с вами насладимся и послушаем, я напомню, что на этом канале и дальше будет масса детальных разборов каждого шоу «Ты супер». И потом обязательно подпишитесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Конечно же, оцените видео и напишите комментарий, как вам первый выпуск «Ты супер» четвертого сезона. Счастья, успехов, любви и только шикарного настроения. До встречи. Счастья, успехов, любви и только шикарного настроения. Счастья, успехов, любви и только шикарного настроения. Начинает полет, и обязательно счастье найдет. Знаю я, ты супер. Знаю я, ты супер.